Здравствуйте дорогие друзья! Это программа «Время спорта» и сегодня мы отправились в Трехгорку по адресу улицы Чистяковой, дом 18, где находится приемная шахматной федерации Одинцовского района. Виктор Николаевич, шахматная федерация – то, о чем давно мечтали шахматисты. Наконец-то она появилась, наконец-то она оформилась, наконец-то шахматисты получили официальное признание, что есть федерация, что есть шахматисты. Я знаю, что федерация объединяет более 100 человек. Вот поподробнее, примыкают ли новые спортсмены и как она работает. Был выбран новый состав шахматной федерации, это где-то полтора года назад возглавил его, федерацию, известный шахматист, спортсмен Мисропов Константин Эдуардович. Вот, был выбран состав президиума обновленный. И мы с этой поры начали, так сказать, отсчет, ну, новый состав своих, значит, дел. Ну, первым делом, что надо было сделать? Надо было привести все соревнования, ну, в твердый график. Чтобы, например, все знали, да, что вот с начала года у нас идут классические турниры. Сначала детские, потом взрослые, потом ветеранский турнир. На день России у нас первенство района по Блицу, на день города у нас первенство района по Рапиду. Дальше идут командные соревнования. И вот, можно сказать, что у нас это уже все стало на свои места, да. То есть соревнования пришли в полное соответствие, турнирный график не меняется. Вот, и все ориентируются по своему времени, по своим отпускам. Главная задача президиума нынешнего состава – это популяризация шахмат в Одинцовском районе. Поэтому, наряду с тем, что у нас все соревнования раньше проходили в Доме офицеров, да, то сейчас, сейчас мы пытаемся проводить турниры по всей территории Одинцовского района. И у нас вот в прошлом году, в 16-м, у нас было порядка 20 соревнований. То есть половина из них была в ГДО, половина по всей территории района. И больше того, мы эти все соревнования, вот то, что происходит в Одинцово, мы объединили в кубок мэра, так называемый. То, что происходит у нас по территории всего района, это мы назвали кубок администрации. По всем этим соревнованиям, по отдельности и вместе мы подводили итоги. Кто входил, так сказать, в призеры, тем начислялись очки, потом очки складывались. У нас выведен общий чемпион, да, это кубка чемпионов, да, шахматный кубок мэра и кубок администрации. Да, им стал Семенков, КМС Семенков Александр Валерьевич. Организатором турнира выступила шахматная федерация Одинцовского района, которая была образована сравнительно недавно, но уже объединяет свыше 100 действующих спортсменов. В праздничном турнире по быстрым шахматам приняли участие 54 шахматиста, в том числе гости из Можайска, представители частного спортивного клуба. Сегодня мы не ожидали, что нашими противниками будут люди, скажем, уже зрелого возраста и именитые соперники. Конечно, немножко растерялись, но начинаем потихоньку выигрывать. Сильный играет сильным, слабый со слабым. По 15 минут на партию для игроков. Рапид или быстрые шахматы. Состязание непростое. Проводится по швейцарской системе 8 туров. Самые напряженные баталии среди мастеровитых игроков. В числе фаворитов мастер Фиде Станислав Бабарыкин, а также молодой, но подающий надежды спортсмен, кандидат в мастера спорта, участник чемпионата России Григорий Терсаакян. В первом туре соперник был не очень сильный, а вот во втором туре уже более-менее неплохой попался. Ну, так, на опыте, получилась победа. Борьба за первое место, несомненно, будет среди Бабарыкина Станислава, это мастер Фиде. Есть у нас еще ветеран такой сильный, это Шварц Александр, мастер спорта, еще советский. А это было, так сказать, очень солидно. И он с возрастом, ему уже за 60, он не утратил свои навыки. И мы всегда его относим к фаворитам нашего соревнования. По итогам соревнований было несколько зачетов. В общем, безоговорочную победу одержал десятикратный чемпион России. Одинцовский спортсмен Станислав Бабарыкин, набравший 7,5 очков. Среди ветеранов тройку лидеров составили Александр Шварц, Юрий Голынский и Вячеслав Подъепольский. Среди школьников отличился Олег Попов. Среди женщин лучше стала Валерия Гурьянова. Уже 4 марта спортсмены сразятся в пятом туре финала первенства Одинцовского района по классическим шахматам. Виктор Николаевич, а каким образом формировался соревновательный график? Есть ли какие-то нормативы? Или вы сами, исходя из опыта прошлых лет, уже вырабатывали некую такую схему соревнований? Ну, конечно, мы ориентировались на соревнования, которые проходили и в области, и в Центральном федеральном округе, и в России. Потому что все наши шахматисты молодые, конечно, они в первую очередь смотрят на соревнования, которые происходят, ну, соревнования более высокого уровня. Ну, и, естественно, вот между этими соревнованиями мы как-то пытались для молодых спортсменов вместить детские соревнования. Ну, а для ветеранов, для взрослых шахматистов, ну, понятно, это праздники, когда они свободны, когда хорошее настроение. И это вот в основном все наши национальные праздники. Мы устраиваем соревнования вот в эти даты. Виктор Николаевич, 600 шахматистов – это большая цифра. И если мы немножечко сделаем градацию, кого больше – молодежи, ветеранов, то есть вот кто составляет основной костяк? Ну, членов федерации, вы назвали правильную цифру, да, она 98 человек. Это те люди, которые принимают участие в большинстве соревнований, которые платят членские взносы годовые. Кроме популяризации шахмат в Одинцовском районе, конечно, мы ставим задачу выращивать звездочек молодых, да. Ну, чтобы ветераны у нас тоже, значит, использовали свое время, вот, играли побольше. Лишь, у нас два главных соревнования, вот, как мы определили. Это, во-первых, первенство Московской области, которое происходит в конце августа. И командные соревнования областные, где Одинцовский район выставляет команду, это в начале декабря, и защищает честь района. Вот на это вот мы акцентируем свое основное внимание. У нас много молодых, талантливых шахматистов, но когда они вот отзанимаются годок, да, они стараются, конечно, заниматься в Москве, потому что они считают, что там более обучение такое профессиональное. Ну, я с этим не согласен, конечно, потому что сразу ехать, может быть, и не надо, надо здесь потренироваться, посмотреть. У нас много очень хороших тренеров, вот. Но проблема у нас в том, что они несколько разобщены. Шахматисты – это же такие люди, которые считают, вот, возьмут маленького человечка, да, и доведут его до международного мастера. Но сейчас у нас современный мир такой, что необходимо разделение труда. Одним тренерам хорошо работать, нравится работать и умеют, а не работать с маленькими, да, с начинающими. Пять-шесть лет у нас приходят в шахматы. Уже с разрядниками, ну, тут нужен несколько другой, так сказать, уровень знаний и мастерства. Этим должны заниматься другие люди. Совсем, так сказать, уже с КМСами, с перворазрядниками, вот. Должны заниматься другие люди, более квалифицированные. Вот у нас, а вообще с такими чемпионами, вот у нас председатель Мистеропов Константинович, вот, он занимается чемпионом мира. Он его вырастил, вот. И он, так сказать, и до сих пор вот сейчас вот едет на первенство России. Все наши мероприятия, все наши, значит, события запечатлено на этих фотографиях. А у нас проводится много турниров. У нас даже был ночной Блиц-марафон. То есть собирались шахматисты и играли, играли, да, Блиц играли всю ночь. Значит, такое соревнование проводится, ну, в одном-двух местах, я знаю, в районе. И вот мы решили, значит, вот всю ночь соревноваться, да, победил Бабарыкин, как всегда. А сколько шахматистов приняло участие в этом соревновании? Порядка 30 человек, вот они здесь находились. Это только город или приезжают из района к вам? Из района, москвичи, кунцевский клуб, мажайцы сейчас к нам зачастили, вот, большими делегациями во всех наших соревнованиях участвуют. Талисман клуба, он с его начала уже три года, корейские, бьют. Вы знаете, ходят очень точно, да, вот, секунду в секунду ходят. Вот, и мы по ним, так сказать, начинаем и заканчиваем наши уроки. Вот, такой талисман своеобразный. Вот здесь мы сделали небольшой зал славы. Залина Саблирова, она пожертвовала, значит, на благотворительной цели электронные шахматные часы. Мы ее имя решили увековечить вот такой вот табличкой. Вот эти вот игры настольные у нас, ну, вот, делаем такие, между, паузу делаем, да, между занятиями. Вот, здесь у нас выбегают, начинают в футбол играть, в хоккей играть. Чтобы немножко отвлечься, да? Отвлечься, да, сменить тему. Здесь у нас тоже много фотографий наших шахматных событий. Все эти наши шахматисты, мы тут и выезжаем в соседние районы, в Красногорске. У нас есть хороший сайт, трехгорко-чесс.ком. Там мы буквально новости, ну, по две-три новости в день. То есть он такой, он живой сайт, действующий. У нас не только он, у нас уже в шахматной федерации два сайта. Один такой официальный, одинчесс.ру, да, где такие события. И такой более популярный сайт, ну, где мы уже, моменты из нашей внутренней жизни. Каждую субботу, уже три года подряд, ни разу никогда пропусков не было. У нас играют начинающие шахматисты, играют, проводят свой турнир, да? Вот у нас уже будет в следующую субботу вечером, вечерние турниры. 14-й тур, первенство трехгорки. Все победители этих туров, да, они вот, их очки суммируются. Указаны места. Да, указаны места, указаны очки. Вот видите, смотри, вот как сейчас вот у нас Серебряков Миша лидирует, да? И видите, разница какая? Разница в одно, в половину очка, да? То есть здесь идет очень упорная борьба, вот, чтобы стать чемпионом трехгорки. А все чемпионы трехгорки у нас вот на этих вымпелах обозначены. Первый чемпион, второй, третий, да, вот сейчас у нас десятые. А вот сейчас идет у нас борьба за одиннадцатого чемпиона трехгорки. Мы хотим вырастить, да, вот клуб джентльменов, вот таких вот, знаете, достойных членов нашего общества. И вот такие традиции делаем новые, да, и воспитываем вот таких вот очень образованных, интеллектуальных людей. И вот мы теперь, значит, в основном нашем игральном зале, да, игровом зале. Ну, он небольшой, небольшой, но здесь умещается порядка 12-14 человек, вот. Он светлый, у нас электронные часы, механические часы, то есть у нас инвентаря здесь много, фигуры разные, да. И вот эта вот кинокамера, да, вот видите, она, мы ее включаем в Ютубе на соревнования. Вот эта, да, маленькая такая. Да, и не только на соревнования, а даже на тренировки. То есть родители приводят детей на занятия, да, вот они рассаживаются и домой пошли. Там дома включают компьютер, и все им видно, как дети их играют, как тренируются, как тренер с ними, да, у нас все прозрачно. Как с ними кто занимается, вот они здесь смотрят. А когда вот у нас соревнования были, да, то у нас бабушки, бабушки смотрели, как играют их внуки из Магадана, из Петропавловска, Камчатска, из Израиля. Вот, ну, естественно, на 10 минут задержка по времени была. Мы хотим сделать фестиваль Одинцовских шахмат, да, как вот есть лыжня Манжосова, да. Вот мы хотим, чтобы вот Одинцова славилась и своими шахматными, шахматным фестивалем. Мы его хотим проводить, ну, праздник между праздниками, так назвали, да, от 23 февраля до 8 марта мы должны вот эти вот турниры детские, взрослые, ветеранские провести, да. Причем у нас вот сейчас вот когда был последний, первенство Одинцовского района, у нас было 225 человек, 22 тренера. И мы даже полуфиналы проводили, если мы в прошлом году полуфиналы тоже проводили, ну, мы проводили там по системе Рапид, да, то теперь мы классику провели, полуфиналы, провели по 10 человек, финалы проводили. То есть ребята наигрались, да, классические шахматы у нас закончились. Сейчас у нас начинаются, значит, вот такие турниры Рапид. Значит, они тоже будут заканчиваться где-то до 1 июня у нас вот так вот. Потом летние, значит, отпуска все пойдут, каникулы, и ребята начинают ездить на различные соревнования. Сейчас очень много соревнований, которые происходят где-то на юге, на речке, на какой-нибудь, да. И вот уже есть тренеры, которые мы знаем, кто-то вот поедет в Сочи, кто-то поедет в Кострому. И мы пытаемся сейчас организовать ребят так, чтобы, ну, какую-то группу, чтобы тренер взял эту группу на соревнованиях, куда он едет, и чтобы там им оказывал такую поддержку. Игорь Николаевич, мы желаем вам реализации всего задуманного, и увидимся тогда уже на соревнованиях.